История Что нам память прежних дней Воспоминания давних лет Мудрец сказал, мешок камней, мешок камней Вторая жизнь, сказал поэт Вторая жизнь, сказал поэт Радиоспектакль по повести узбекского писателя Камила Икрамова Улица Оружейников Часть третья Наследник Подайте, пожалуйста, моему господину Несколько деньган для святого потерявшего зрения Подайте, пожалуйста Тощий оборванный мальчишка С красной кровавой полосой через все лицо От виска до подбородка Шел впереди белого ишака На котором восседал грузный рябой старик С мясистым лицом и съеденными трахомой глазами Слепой нищий держал в руке конец веревки Которая петлей обвелась на шее мальчика Подайте, пожалуйста, моему господину Стой! Что здесь? Склад Каракуля почтенного зия дулы Мой господин Прости, жалобния Подайте, пожалуйста, моему господину Несколько деньган для моего господина Пожалуйста, подайте Молчи немного, оборваешь Святой отец Отпусти мальчишку на пять минут Пусть он поможет мне Прими за это серебряный рубль Возьми веревку Почтенный зия дула Не выпускай ее из рук И не задерживай мальчишку Ну вот, я узнал тебя, талибджан Уважаемый зия дула Этот нарисованный шрам меня не обманул Ты похудел Лесо твое стало другим Но я узнал тебя Прошу вас, почтенный зия дула Я не должен долго говорить с тобой Ибо могут зайти приказчики Которые знают тебя Вот тебе тоже серебряный рубль Спрячь, спрячь Приводиться Когда старик, нищий И мальчишка-поводырь Поспешно удалялись От склада зия дуллы Из-за поворота Показался Ширинбай Он увидел эту пару И, кажется, тоже узнал талиба Во всяком случае Он отвернулся Как только хорошенько Рассмотрел его Талиб бежал из тюрьмы Неделю назад Вряд ли это могло бы случиться Если бы не новый Знакомый по тюремной камере Сынок Сынок Когда ты сегодня Рассказывал заключенным О себе О русском мотоциклисте Об исчезнувшей тетрадке Твоего дедушки Устателя Я сказал себе Что должен помочь тебе Чем только могу Но почему? Кто вы? Зовут меня Косым Давно еще я работал На хлопковом заводе И твой дедушка Как раз был В наших краях Мы не знали Мы не знали Что он делал Ходил Собирал камушки Землю копал Все один Все молчком А когда на заводе Сломался пресс Никто его Починить не мог И сделал это Твой дедушка Я попросился К нему В помощники Устателя Был Самый ученый Из всех людей Кого я знал За что вас арестовали? За то, что Наш управляющий Дружил с русскими Слушай, Дарья Джан Я узнал Что сегодня Нас должны Перевезти в Зиндан Другую тюрьму А когда перегоняют С места на место Лучше всего бежать А меня возьмете? Тише Кажется, идут Вставайте Все, все, все вставайте На выход Заключенных Вывели из цитадели Поздно ночью Луна Освещала Спящую бухару Стояла Какая-то Особая Тишина Будто Город Погрузили В глубокое Озеро Новая тюрьма Словно холм Возвышалась По правую сторону Не широкой улицы Осужденных На пицце Никто Никто не будет Тебя искать Во дворе Начальника тюрьмы Встать Начайте пить Гончайте пить Ну, Талиб Цан Удачи тебе Сынок Полезай Талиб Быстро Забрался В трубу И Уперся Головой В железную Решетку Которая Была Опущена Ворык Со стороны Двора Только бы Они Не увидели Мои ноги Когда Заключенных Загнали В тюремные Ворота И шум На улице Смолк Талиб Не теряя Ни секунды Выскочил Из-за рыка И побежал Подайте Пожалуйста Моему Господину Подайте Моему Господину Иди Прямо По дороге В Каган Там Сегодня Большой Базар Поводырем К слепому Талиб Угодил После долгих Скитаний По городу Где его На каждом углу Подстерегала Опасность Неожиданная Помощь Пришла На базаре Его Узнал Цирюльник Бривший Голову Ему И дяде Юсупу В первый день Их приезда В Бухару Цирюльник Не мог Рисковать Своей жизнью И приютить Талиба У себя Но он Накормил Его Отмыл Дал ему Передохнуть И наконец Как умел Изменил Его Внешность Подбрил Брови Подмазал Чем-то Вокруг Глаз И в довершение Красной Краской Нарисовал Подобие Шрама На лице А через Два дня Возле Чайханы Почуяв Что мальчик Не из Бухары И чего-то Боится Забрал Его К себе Поводырем Слепой Старик Кто Кто Идет Из Богатых Ты Мне Говори И Подсказывай Как он Выглядит Слышишь? Слышу Господин Правоверная Только Милость К Несчастному Слепому Совершившему Паломничество Ко всем Могилам Пророка Али Только Милость К Слепому Который Видит Не глазами А чистой Душой Поможет Вам В этот День Подайте На Святой Молитвой Вот Идет Скупой Миллионер Ширинбай Он В сером Халате Истоптанных Сапогах Человек Который Идет В скромном Халате И скромных Сапогах Всей Душой Я вижу Сердцем Знаю Что Зовут Тебя Ширинбай Что Ты Бережешь Деньги Для Себя И Для Святых Молитв Не Пожалеешь Ничего Эти Дурацкие Фокусы Оставь Для таких Дураков Как ты Старик Дурным Штукам Ты учишь Этого Беглого Бандита Дай-ка Мне Твое Ухо Ширинбай Ширинбай Что дал Что брат Брат Одарил Его Талиб Пытался Сорвать С себя Петлю Но старик Наматывал Веревку На кулак Виток За витком Подтягивая Мальчика К себе Наконец Кленовый Посох Со свистом Опустился На голову Талиба Мальчик Упал На рельсы И потерял Сознание Ты что Сдурел Старый Это Мой Мальчишка Не смей Меня Хватать Это Мой Мальчишка Отдай Его Мне Это Тебе Не Бухара На Моем Паровозе Власть Рабочих Талиб Не понял Где он Это было Как во сне Он чувствовал Быстрое Движение Рокот Колес Под собой Видел Полыхающее Пламя В топке Очухался Сынок Ну и хорошо А то минут Сорок Как мешок Лежал Молчи Тебе нельзя Болтать Приедешь Ты в Ташкент И забудешь Про Бухару В Ташкенте Советская Власть Крепкая Про Бухару Не забуду Никогда Не забуду Талибджан Дорогой Ты жив Здоров Где ты пропадал Талибджан После После Расскажу Тахирака А вы По-прежнему Почтальон А как же Да Тебя ведь Поздравить надо Наверное Отец Скоро приедет Ты получил Письмо От него Когда было Письмо Давно Уже Я не знал Куда его девать Сказал Усман Баю А он говорит Дай я его Отправлю С верными Людьми В Бухару А где Усман Бай В Ташкенте Он за последнее время Часто уезжал Но сейчас Кажется в Ташкенте Рахман Кула Тоже долго не было Но он недавно Вернулся Правда Старается меньше Показываться на улице Это хорошо Что они оба В Ташкенте Письма Я никакого Не получал Тахирака А Я пойду Кусман Баю Скажу Что если он Не вернет тебе Письмо отца То я сразу В ЧК Вы сказали ЧК Что это за буквы ЧК Что это такое Я сам не знаю На почте сказали Если буржуи Не будут слушаться Говори В ЧК Пожалуй А Дядя Тахир Что Вы помните Того кожаного человека Который привозил Меня на мотоцикле Конечно помню Так вот Я знаю Что делать Барышня 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 Черт возьми Дайте мне Бывшую мужскую гимназию Барышня Это Пшеницын Из ЧК Говорит Из ЧК Теперь хорошо Слышите Так вот Дайте мне Бывшую мужскую гимназию Спасибо Барышня Ну Толя Теперь рассказывай По порядку Понимаешь Дядя Федор Усман Бай Полицейский Рахман Кул Минуточку Пшеницын слушает Бывшая мужская гимназия Будьте любезны Попросить на провод Учительницу Бекасову Веру Петровну Это из ЧК Говорят Да-да Из чрезвычайной комиссии По борьбе с контрреволюцией Очень вам благодарен Дядя Федор Подожди Подожди Вера Петровна У меня сейчас сидит Тот самый узбекский мальчик Который Помните При обыске у генерала Опознал клинок своего отца Да-да-да Если вы позволите Мы сейчас приедем Хорошо Выезжаем Здравствуй Здравствуй Толя Пуст Веговский талиб Кажется, да? Да, талиб А мы с Федором Вспоминали тебя Понимаешь, Толя Зимой Тесть Веры Петровны Генерал Умер И коллекция его оружия Временно размещается Здесь в школе Где работает Вера Петровна Сабли, которые ты тогда узнал Талиб Действительно оказалась Местного производства И скорее всего Изготовлена твоим отцом Правда Есть там непонятное Вот Эта сабля Посмотри У самого Эфеса Квадратик И мелкие арабские буквы Мастер Сатар Ученик мастера Рахима Дамаск Это имена моего отца и деда Но Клеймо Почему Дамаск А клинок Тот самый Тот Тот История довольно простая Усман Бай Купил его у твоего отца Чтобы дать взятку Полицмейстеру Мачалову Здесь явно был Какой-то темный сговор Это все Из-за тетрадки Ты думаешь? Уверен Мачалов Продал клинок Генералу Сразу после Февральской революции Потому что Собирался бежать Все это мы выяснили Совершенно случайно Кстати, замешан в этом и бывший полицейский Уж не тот ли, о котором ты мне что-то говорил? Конечно, тот Я же начал рассказывать, когда вы стали говорить с гимназией Я боюсь, что они убегут, когда узнают о моем приезде Не бойся Мы о них много знаем От нас не убегут Через несколько дней Федор Пшеницын пригласил Талиба к себе в кабинет Сказав, что ему предстоит долгожданная встреча Когда Талиб пришел к Федору Он увидел сидевших рядом Усман Бая и Рахман Кула Вы теперь будете отрицать, что купили клинок у кузнеца Сатара? Нет Теперь я не буду отрицать Я купил этот клинок, чтобы помочь семье Остающейся без кормильца Он врет Он дал клинок Мочалову, чтобы Сатара срочно отправили из Ташкента Вот видите, ваш друг и сообщник по ограблению мануфактурного склада И вагона с сахаром на станции Клес утверждает обратное Бедный мой друг Рахман Кул У него всегда была плохая память и куриные мозги Поверьте мне, он сделал все это из-за этой проклятой тетрадки Зачем так говорить? Зачем? Что в этой тетрадке? Нелепые сказки Нелепые сказки Ради этих сказок он заставил меня выкрасть тетрадь из полиции в Намангане Прятать от родни и передавать ему письма от Сатары из России Он заставил меня разорить лавку Юсупа-неудачника Он заставил меня ездить в Бухару Чтобы Юсуп с племянником никогда не вернулись оттуда Не верь ему, дорогой Талибджан Возьми свою тетрадь и попроси начальника, чтобы отпустил меня Ты должен помнить, мы родственники Вспомни, как я заботился о вас Если тебя обидел Рахман Кул, то почему должен страдать я? Да? Пусть главный преступник уходит на свободу, а я буду платить за него своей головой? Нет! Пусть все узнают, что не только я дурак Мы два года искали по этой тетради клады Мы нанимали рабочих рыть землю, долбить камень И платил за это почтенный, уважаемый дурак Усман Бай Эх, могу! Зачем, как говоришь? Пиши! Пиши! У вас еще будет время разобраться, кто просто дурак, а кто уважаемый дурак Значит, вы искали клады по тетради мастера Рахима и ничего не нашли? Хорошо, хорошо, я скажу Он здорово нас обманул, этот старик Я потратил много денег, но там, где он велел искать золото, нет и следов его Правда, в тетради все так запутано Возможно, мы не там искали Пусть теперь советская власть поищет Ладно, на сегодня довольна Уведите арестованных Вот, Толя, тетрадка твоего дедушки Почитай, что тут Эти мои скромные записи Достанут ведомы мужу моей единственной дочери Хадичи Кузнецу Сатару и его сыну Талибу А через них, кому они пожелают Но только тем, кто никогда не будет при помощи богатства плодить бедность Понимаешь В этой тетрадке и на карте, которую я составил Есть, есть там такая Указаны клады, способные сто тысяч батараков превратить в сто тысяч хозяев Настоящие сокровища не в Кигене и Тентеке А, например, недалеко от Хаджаканта Где у тебя сильно заболела нога Помнишь тот кишлак около Айнабулака Где мы видели веселую свадьбу Если от того кишлака пойти не туда, куда мы пошли в тот раз, а взять левее, то, пройдя полдня, увидишь засохшее дерево Теперь мне ясно, почему они ничего не нашли Без твоего отца невозможно найти эти клады Неужели на нашей земле так много золота? Только непонятно, кто его здесь запрятал Ты неправильно понимаешь Никто его не прятал Твой дед, очевидно, называет кладом месторождение золота Природное месторождение Знаете, дядя Фёдор Я поеду в Москву искать отца Это глупо Это, понимаешь, утопия Невозможно это в данный момент Что ты там будешь один скитаться? А он один скитается? Я в Бухаре не пропал А в Москве ведь советская власть Эки ты упрямый понимаешь Вообще у меня в Москве друг в правительстве работает Ваня Мухин Я напишу ему Так что будет полный порядок Олимпиада Васильевна собирается в Петроград к сестре Тогда уж с ней поедешь Но Олимпиаде Васильевне не довелось поехать в Петроград Пришло известие о смерти её сестры А поскольку все необходимые документы были уже заготовлены Письма написаны Талиб решил ехать в Москву один Пшеницын долго отговаривал его Грозился забрать документы обратно Но понял, что всё это бесполезно Если что случится, иди в ЧК Скажи, кто ты, ссылайся на меня Тебе помогут Это варварство Отпускать ребёнка в такой ад варварство Не волнуйтесь, Олимпиада Васильевна Я не пропаду Документы есть Проводники знакомые Всё будет хорошо Ваню Мухина сразу же в Москве отыщи Я там на письме к нему написал, где он работает Ну, Толя Если вы возьмёте карту Советского Союза И проследите путь, которым идут поезда от Ташкента до Москвы Если вы при том вспомните, что летом 1918 года был разгар гражданской войны и разрухи То вам станет понятно, почему путешествие, которое совершил Талиб, длило 47 дней У меня нет возможности описать все злоключения, которые выпали на долю Талиба В Оренбурге ночью у него украли халат, в котором были документы, выданные ему Пшеницыным на право проезда до Москвы И письмо Фёдора своему другу Талиб запомнил только его фамилию Мухин Хорошо ещё, что жулики не украли тетрадку с завещанием Вот так, без документов, зайцем, то с мешочниками, то с дезертирами То в вагоне, а то на платформах И проделал Талиб свой долгий путь до Москвы Пока не ступил на замусоренную платформу Казанского вокзала Дяденька солдат, где мне найти самое главное начальство? Какое? Самое главное начальство разное бывает Революционное, военное, партийное Я не знаю Мне сказали, что в главном учреждении работает товарищ Мухин Его надо найти А кто тебе сказал? Пшеницын из ЧК А, понятно Тогда вот оно, всероссийское ЧК, рядом Свернёшь за угол и направо А они кого хоз найдут Ну и задал же ты мне задачу, ташкентский путешественник Сколько телефонов обзвонил, пока нашёл твоего Мухина Так вот, Иван Михайлович Мухин работает в наркомпроде Но в настоящий момент находится в долгосрочной командировке По доставке продовольствия в Петроград Что будем делать? А когда он вернётся? Может и через месяц, а может и через два Все данные твоего отца я записал Фамилия, имя, специальность ЧК сделает всё возможное, чтобы тебе помочь А сегодня вот тебе адрес Иди на улицу Полянка Там наше общежитие Тебя спать положат Скажешь, Удрис направил Удрис моя фамилия, Ян Карлович Да, вот ещё хлеба тут немного И луковица Шикарная вещь Когда вы моего отца найдёте? Трудно сказать Во всяком случае, не завтра Тогда я завтра не приду Я сам буду искать Ветворач едвабный Н-Н И ветворач едвабная Н-Н Во дворе направо Едвабная Я же в ташкентском объявлении читал Едвабная, вернувшись, возобновила приём Теперь она в Москву вернулась Интересно на неё посмотреть А, вот Так же, как в Ташкенте На звонке надпись Прошу повернуть Тебе кого, мальчик? Едвабная Это вы? Это я Ты проходи Проходи сюда Вы из Ташкента? Нет Я никогда не была в Ташкенте Хотя верно Там было написано Зубврач А не ветврач А что такое ветврач? Вот я и мой брат Мы ветеринарные врачи Я лечу мелких животных А мой брат Николай Николаевич Только певчих птиц Извините Я просто так Я думал, вы из Ташкента Извините, я пойду Подожди Подожди Ты же хотел мне что-то сказать Может быть, нужно лечить лошадь Я согласна Я знаю, что у вас, у татар Ещё остались лошади В такое голодное время Я не только лошади Готовую лечить крокодилы Бегемота Гиппопотама Кенгуру Спасибо Но у меня нет лошади Я ищу своего отца Извините Я пойду Постой У меня был один знакомый Доберман Пинчер Его хозяин, кажется, профессор Занимается востоком Ты пойдёшь к нему И он должен тебе помочь Сейчас найдём его адрес Так Эрдель Терьер Эрдель Терьер Это не он Это ирландский сетер Нет А вот, пожалуйста Пожалуйста Доберман Значит Кличка Кекс Правильно Профессор Викентий Петрович Закудовский Черниговский переулок Дом 4 Квартира 36 Было совсем темно Когда Талиб вошёл в подъезд высокого дома И стал подниматься по широкой лестнице с гладкими перилами Оказалось, что квартира под номером 36 Была самая последняя в доме На седьмом этаже Талиб нажал на звонок Потом постучал Ещё раз позвонил И, наконец, понял, что в квартире никого нет Он опустился перед дверью на войлочный коврик Посижу немножко Отдохну И пойду Через минуту он забылся тяжёлым сном ПЕСНЯ 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 Я ищу своего отца, и этот профессор может помочь мне Ой, прости меня, мальчик Я думала, ты просто бродяга А папа скоро приедет Ну что ж, мы стоим здесь Пойдём к нам Меня зовут Лера Я грязный А здесь всё очень чисто Ну что ты, не стесняйся Ты ведь издалека приехал Может, ты хочешь принять ванну Помыться с дороги Ты очень кстати приехал Сегодня у меня день рождения, и ты будешь гостем Обычно в этот день мы бываем втроём Папа, мама и я Но мама в Киеве, и в последнее время у них сложности с папой Так что ты будешь третьим Только помыться действительно надо Лера принесла со двора три доски от забора И крышку от мусорного ящика Талиб на кухне быстро расколол их на короткие полежки И вскоре уже сидел в ванне по грудь в воде И тёр себя жёсткой мочалкой Потом Талиб услышал за дверью обиженный мужской голос Ну ты вылюбаешь странные шутки Ну никакие не шутки Слышишь, он водой плещется Ничего я не слышу Фантазёрка несчастная Никакая не фантазёрка несчастная Эй, мальчик, ты не захлебнулся там? Нет Вот, пожалуйста Теперь удостоверился Слушай, мальчик Я принесу тебе чистое бельё, когда вымоешься Я уже... Погоди, погоди одеваться я быстро А Талибу вдруг захотела спать Валерия, мне кажется, наш гость заболел Не дай бог тиф Талиба, дрожащего от холода Уложили в мягкую и широкую постель На белоснежные простыни Под пушистое и тёплое одеяло Викентий Петрович пригласил к нему доктора Он жил в том же доме на втором этаже Ну что же, 38,8 Двухсторонняя крупозная пневмония, да? Если пневмонию лечить, болезнь продолжается примерно 3 недели А если не лечить, а только хорошо ухаживать за больным То пневмония проходит за 21 день Это приблизительно Кормить нужно хорошо И желательно хлебом тоже Доктор оказался прав Три недели провалялся Талиб в постели, окружённой заботой Викентия Петровича и Леры Потом ему разрешили вставать, но не выходить на улицу Талиб много читал в эти дни В доме профессора была прекрасная библиотека Викентий Петрович знал несколько языков Французской, английской, немецкой, греческой, итальянской Мой папа полиглот Мама его явно недооценила Впрочем, красивым женщинам идёт некоторое легкомыслие Викентий Петрович говорит, что если бы ты захотела, то тоже могла бы выучить французский язык Я заика Неужели папа хочет, чтобы я и по-французски заикалась и полна об этом? Пока ты болел, мы разослали во многие города запросы о твоём отце К сожалению, ответа пока нет А вот из Ташкента пришло письмо От дяди Феди Пшеницына От него Вот Там тоже мало утешительного Он пишет, что как только я уехал Бывший полицейский Рахманкул Вот слушай Рахманкул показал, что они с Усманбаем написали твоему отцу Будто ты, Талип, и твоя мать умерли от болезни живота Название города, куда они послали письмо Рахманкул не помнит Негодяи Негодяи Наконец, Талип вместе с Лерой вышел на улицу Был ясный и тёплый день, какие часто бывают в Москве в конце сентября Лера с удовольствием рассказывала ему про Кремль Про собор Василия Блаженного Про Большой театр Про все дома, мимо которых они проходили Так они дошли до здания, где помещалась ВЧК Ян Карлович Удрис сидел за столом, будто и не вставал из-за него с тех пор, как Талип видел его в последний раз Вам кого, ребята? Здравствуйте 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 Я насчёт Мухина Батюшки, смотрите, какой буржуй стал Прямо студент или офицер Пуговицы горят, щёки толстые Как же я не узнал тебя Я болел Болел? Да ты после болезни лучше вид имеешь, чем до болезни Я живу у хорошего человека Он все языки знает, какие только есть на свете Это вот его дочка Лера О, так очень кстати вы пришли Мне твой папа, девочка, по горло необходим На каких языках он говорит? На французском, английском, итальянском, немецком и по-гречески читает А арабского случайно не знает? Нет, арабского не знает Ах, как жаль Бумагу тут нам одну доставили Донесение или ещё что, а прочесть его не можем Буквы, кажется, арабские Но какой язык никто у нас не знает Я арабский немножко знаю Да ну, попробуй-ка перевести эту бумагу Только не смущайся, если не получится Это на персидском языке Всё равно, что по-таджикски Ваша замечательность Наверное, ваше превосходительство Спешу отправить эти бумаги с Аказией Акции уральских заводов мной куплены Также я приобрёл несколько полотен Брюлова, Ренуара, Ван Гога Ван Гога Это художники Тот, кто пишет это письмо, приобретает акции старых предприятий В надежде, что вернётся капитализм Но поскольку он не вполне верит в это То скупает картины, драгоценные камни, золото А кто этот человек? Персидский поданный Али Аббас Аглы Мы подозревали его в шпионаже Он просто спекулянт Наживается на трудностях Дальше можно не переводить, всё ясно Ян Калуич, тут вот ещё написано Господину генералу Викерсу Прошу передать клинок местной работы Который вполне можно выдать за дамаски Если стереть клеймо Вдруг вы найдёте этот клинок Можно мне будет его посмотреть? Если найдём, покажу Ты думаешь, не твоего ли это отца работа? Ага Ладно А как насчёт Мухина? Дай мне твой адрес, я тебе сообщу В следующий раз кабинет Яна Карловича Показался Талибу маленьким и тесным У окна, засунув руки в карманы морского бушлата Стоял человек невероятной вышины Вот ты какой Иван Мухин Как там наш Фёдор Пшеницын? Это он мне ума вложил Объяснил, что главное организация и система Погоди, товарищ Мухин Давай лучше обсудим текущий вопрос Точно Ну-ка, Толя, посмотри на этот Клинок Али Абас Аглы отдал нам его без всякого сожаления Красивый Очень Но это не отец сделал Ты внимательнее смотри На клеймо Да, на клеймо Тут написано Ту-ла Вот тебе увеличительное стекло Читай мелкие буквы Мелкие, мелкие Друг мастера Сазона Мастер Сатар Ученик мастера Рахима Ту-ла Мастер Сатар Это же папа Но при чём здесь Ту-ла? Ту-ла, город это Там знаменитые кузнецы живут Блоху подковали, слышал? Далеко это Ту-ла? Да не очень, верст двести Я поеду туда Правильно Надо спешить, не торопясь Мы установили, что клеймо твоего отца Но мы не знаем, где он В Ту-ле, Ян Карлович Русским же языком сказано Во-первых, Мухин не русским Во-вторых, скажи мне, Толя Что было написано раньше на том месте, где сейчас написано Ту-ла? Дамаск Вот Видишь? Выходит, что за твоим отцом надо было ехать в Сирию Когда он в Ташкенте тот клинок ковал Хм Я тоже предполагаю, что нужно искать в Ту-ле Но я предполагаю Сначала наведём справки Река Упа Отделяющая старинный Тульский Кремль от бывшего императорского оружейного завода Казалась неподвижной Так бывает в хмурые, но безветренные дни поздней осени Когда небо гладкое и серое Когда ни один луч солнца не пробивается сквозь пелену облаков По тихой заречной улице важно прошагал белый гусь И завернул в калитку возле избы под высокой железной крышей Затвори калитку, Зинаида Сопрут лебедя Ладно Бросай напильник, Саша Подработали на облу, ну и будет Будет так будет Я, Сазан, никогда не смогу отплатить тебе за всё, что ты сделал для меня Да ладно А если бы я в Ташкенте оказался Ты бы меня приютил Как брата Ну и весь разговор А вот не наше это с тобой дело Колёсики для зажигалок насекать Помнишь, когда тебя только сослали сюда под полицейский надзор Какие мы с тобой знаменитые медвежьи ножи Да кинжалы кабаньи калили Я в тебе мастера сразу признал Как увидел тот клинок, что ты перед самой революцией продал Верно говоришь, Сазан, верно Да только Загостился я уж у тебя Ты, Сатар Каримович, не гость у нас Давай картошку, Зинаида Саша Может, ты ещё разок в Ташкент напишешь Может, ошибка какая Нет, ошибки быть не может В прошлом году я много раз писал Никакого ответа А в этом пришло письмо И жена, и сын, и брат жены Все Ох, смотреть-то на тебя тягостно, Сатар Каримович Зинаида Слышишь? Шум во дворе Погляди, не залез ли кто Сопрут лебедя А нам его к Рождеству приберечь надо Да Это, наверное, последний гусь во всём городе Сазон Гость к нам Военный Мастер Сазон Сазонов Вы будете? Ну, я Здравствуйте Если не шутите А вы, товарищ Не из Ташкента? Да Кузнец Сатар Сын Каримов из Ташкента Из Ташкента? Вас разыскивает ваш сын Талиб Сатар Каримович Саша Если желаете Можете поехать со мной сегодня в ночь Когда вечерний гость и кузнец Сатар Были одеты и собирались выйти на улицу Зинаида подала мужу тяжёлый свёрток А тот протянул его Сатару Возьми, Саша Это что? Лебедь Гусь наш, значит, Сатар, Каримович Каждый человек по-своему переживает радости и несчастья Кузнецу Сатару понадобилось несколько дней Чтобы осознать те неожиданные перемены В его, казалось бы, конченной судьбе Которые принёс вечерний гость В длинной кавалерийской шине Викентий Петрович отвёл для них отдельную комнату И отец вначале редко выходил оттуда Талиб рассказывал ему о своих приключениях И не мог понять, почему отец вдруг отворачивался И тайком утирал слёзы Перелом в его настроении Начался с тетрадки мастера Рахима Он читал её И иногда улыбался Вспоминая что-то далёкое и приятное Ты знаешь, Талибджан, почему они ничего не нашли по этой тетрадке? Наверное, потому что не могли понять, где надо искать Нет, потому что они слишком жадные Тут всё написано очень ясно Они искали золото Конечно, золото А в тетрадке сказано, где искать железо Понимаешь, железо Железо для жизни важнее золота Жадность застилала им глаза Они же бездельники А давно известно Лодер тянется к золоту А работящий человек к железу Наши руки, вот наше золото Это руки тех, кто никогда не будет при помощи богатства Плодить бедность Железо, нефть, уголь, медь Вот какие клады оставил тебе твой дедушка Когда в Москве в квартире на седьмом этаже Отмечалась встреча отца с сыном Туда пришёл и весёлый Иван Мухин И даже Ян Карлович Удрис нашёл время заглянуть сюда Вы представляете, Ян Карлович, Сатар Каримович Сразу же в Ташкент хочет ехать О, сделать это, увы, не так легко, как кажется Прямого сообщения с Ташкентом пока ещё нет И как можно сейчас в такую сутолокую неразбериху? Верно, верно, тиф, голод Пропадёте вы в этой каше А мне от Фёдора влетит Куда спешить? Не понимаю Но есть надежда, что сразу после праздника Будет поезд особого назначения Мы постараемся организовать Какой праздник? Первая годовщина октября Первая Потом будут праздновать десятую, тысячную годовщину А это самое первое И, наконец, настал и тот день Когда грузовой автомобиль Доставил их к поезду особого назначения Трудно пересказать всё, о чём В минуты, оставшиеся до отправления поезда Говорили Талиб и Лера Викентий Петрович и кузнец Сатар И уполномоченный наркомпрода Иван Мухин Дело не в словах Когда звякнул вокзальный колокол Профессор сказал, что будет всегда рад Видеть в Москве Талиба и его отца Мухин сказал, что на дороге ещё много всякого безобразия Но поезд охраняется Документы им Удрис оформил правильные И всё будет как в аптеке Лера, вопреки своему обыкновению, говорила мало А когда Талиб встал на подножку Вдруг подбежала к нему И поцеловала в щёку Да как я эту память брошу И жизни трудную науку Сквозь годы нёс я эту ношу В подарок сыну или внуку Защитой мальчику в дороге Послужат все мои печали Мои победы и тревоги И всё, что встретил я вначале Они со мной, они во мне Ещё на сердце свежий след Мудрец сказал Мешок камней Мешок камней Вторая жизнь Сказал поэт Вторая жизнь Сказал поэт Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok